Блок интенсивной терапии неврологического отделения. Сюда поступают больные с инсультом. Здесь идет поистине борьба за жизнь. Чем раньше человек попадет в руки докторов, тем больше шансов на выживание, уверены врачи. Кардинально оказать помощь таким пациентам можно только в первые 4,5 часа. И для нас, для докторов, очень важно, чтобы в это так называемое терапевтическое окно эти пациенты поступили к нам в отделение. Бригада скорой помощи, доставляющая пациента в больницу, уже по дороге оповещает врачей о том, что диагностирован инсульт. Поэтому первым делом при поступлении проводится обследование с помощью компьютерной томографии и лабораторных анализов. Все это позволяет подтвердить диагноз и понять, какую терапию следует проводить. Дальше пациент поступает в блок интенсивной терапии, где производится мониторирование основных показателей, где проводится неврологическое обследование, где определяются типы инсульта и те причины, которые, возможно, являются наиболее вероятными. После стабилизации состояния больного его переводят в палату ранней нейрореабилитации. Здесь уже с пациентами работают не только врачи, неврологи, но и специалисты. Так, с помощью массажа человеку, перенесшему инсульт, помогают вернуть мышечную активность. Инсульт парализует конечности человека, поэтому физические упражнения – один из основных этапов реабилитации. Михаил Макарчан неделю занимается на тренажере вместе со специалистом, который внимательно контролирует весь процесс. Каждое движение дается Михаилу с трудом, но он старается, понимая, что это путь к выздоровлению. Чувствуешь, что лучше и начнет работать рука, еще в лице палки. А у вас левая рука, да? Да, левая рука и ногу. Сколько времени займет процесс выздоровления и каково будет возвращение к полноценной жизни, зависит от многих факторов, в том числе и от возраста пациента. Бывший военный Виктор Васильевич перенес инсульт два года назад. Реабилитация проходит очень сложно. Только недавно, рассказывает его супруга, Галина Васильевна вспомнил свое имя, начал говорить отдельные слова. Раз в полгода он проходит курс терапии, куда входят и занятия с психологом. Восстановить в сознании все накопленное за жизнь и оборванное в один момент инсультом непросто. Дома занимаемся, и домой ходят, и массаж мы делаем, и учили его. Он и не ходил, и не говорил, вообще лежак был полный. Инсульт проявляет себя по-разному. Кто-то, как Виктор Валюх, внезапно лишается сознания. У других болезнь начинается с таких симптомов, как нарушение речи, слабость в конечностях, с одной стороны, перекос лица. Как только родственники или сослуживцы увидели подобные изменения, произошедшие с человеком, незамедлительно должна быть вызвана скорая помощь. И такой пациент обязательно должен быть госпитализирован в специализированное отделение, где оказывается помощь пациентам с инсультом. В Видновской районе клинической больницы именно такое отделение, поэтому сюда привозят больных из ближайших городов. Виктор Орлов, к примеру, из Балашихи. В больнице четвертый день. Говорит, что чувствует себя намного лучше. Поступил по скорой, так что благодарен очень, конечно. Во Всемирный день борьбы с инсультом, который ежегодно отмечается 29 октября, медицинское сообщество призывает людей обратить внимание на свое здоровье, которое легко потерять и уж точно невозможно купить. Татьяна Бролова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видны ТВ.